И снова о гаданиях. Вот ещё одно гадание на орехах. Нужно рассыпать на стол горсть орехов, или, например, семечек, горошин или фасолин. Загадать желание и пересчитать количество предметов. Если они в чётном количестве, желание будет исполнено. Если число предметов нечётное, оно не исполнится. Следующее гадание на имя суженого. Чтобы узнать имя суженого будущего мужа, девушка должна выйти на улицу и спросить у первого встречного мужчину, как его зовут. Именно таким будет имя суженого. Гадание на суженого. Ещё один способ. В самый праздник крещения девушка брала веник и начинала мести избу. Взмахнув справа, она произносила молитву. Взмахнув налево, говорила ругательство. Потом посреди комнаты рисовала углём линию и становилась справа от неё на очищенное молитвой место. Встав справа от линии, девушка говорила, «Суженый, ряженый, приди ко мне». Ну, как лист перед травой, чёрт такое. По-моему, было немножко не так. «Суженый, ряженый, приди ко мне на ряженый». Вот, кажется, так было говорили. Говорят, будто некоторые девушки благодаря такой ворожбе видели своего будущего жениха. А некоторым являлся чёрт. Ну, это вообще... Ну, да-да-да, интересно. Гадание с расчёской. Одно из довольно простых гаданий. Нужно взять расчёску и положить её перед сном под подушку, попросив суженого прийти расчесать волосы. Ночью должен присниться незнакомец, который предложит девушке расчесать волосы. И это будет её будущей возлюбленной. Гадание на замужество. Для гадания понадобится лента и кусок хлеба. Следует положить их в пустой и чистый горшок, ящичек или тазик. С завязанными глазами потянуть первое, что попадётся. Если девушка вытащила ленту, жди скоро сватов. Если хлеб, свадьба будет, но не в этом году. Ну, да, утешительный. Утешительно. Либо выйдешь замуж, либо нет. Ну, да ладно. Гадание на картах. Вот это интересно. Перед сном девушка должна положить под подушку четырёх королей и сказать Суженый мой ряженый, приди на свидание ко мне. Утром ощупью перемешать карты между собой и вытащить одну из них. Если попался пиковый король, жених будет стариком и ревнивцем. Король червовый означает молодого и богатого жениха. Крестовый, суженый, будет бизнесменом или военным. А бубновый, любимый, вероятно, измена это тот, кто уже давно в сердце девушки. Ну, на этом всё. Тут ещё столько гаданий.